Очень важная тема. На самом деле, немногие ее поддерживают, особенно те люди, которые с техническим складом ума, они вообще отрицают это все, да, это все неправда, это все не работает, это все не так. Но я на себе убедилась в том, что это реально работает. Немножко из парапсихологии, да. Я как-то с подругой пошла к астрологу за компанию. Она не хотела, ну, хотела пойти сделать фактический прогноз, но она не хотела идти одна. Я пошла за компанию. Когда я пошла к астрологу, он говорит, ну, пошла, давай, ты сходи уже здесь. Ну, ладно, хорошо, сходила. Он посмотрел на меня, посмотрел на мою дату рождения, на мою руку и сказал, я не могу тебе предсказать будущее. Я могу рассказать только твое прощество, а твое будущее я не могу тебе предсказать. Я думаю, прикольная отмазка. Интересно, он так всем говорит, ну, очень удобно, да, астрологу сказать, что, ну, нет, нет. Прошлое-то все могут, да, если человек, особенно, предварительно записывается на запись, можно там погуглить, поискать справки, узнать прошлое. Почему вы не можете мою будущее сказать? Вот всем говорите, я говорю, ну, просто от вас, вот вы хорошие, почему вы не можете мне сказать? Он говорит, потому что по твоей натальной карте тебя уже нет в живых. А есть, говорит, еще один путь. Ты, говорит, или выживаешь, или ты погибаешь, да, в 20 лет, или ты выживаешь, но у тебя вырезают половину органов. А я, говорит, смотрю на тебя, я вижу, что у тебя все органы на месте, поэтому я не могу тебе ничего сказать. А я, мне просто как бы даже, у меня было удивление, я говорю, а как это так? Он говорит, ну, вот так вот. У тебя, говорит, 18 лет ты научилась управлять своей жизнью. А в 18 лет я начала увлекаться нейролингвистическим программированием, работая мозгой и психологией. То есть я не только как психология изучала, как самооборону, а я изучала как раз-таки, как настроить свой мозг на успех, чтобы, как использовать ресурсы своего мозга. Мне это было очень интересно. То есть если на отписке многие как раз-таки изучают НП для управления людьми, я изучала это для управления собой. И он четко вот назвал время, когда я начала это делать, да. И на самом деле так оно и есть. Я ни разу замечала, если я чего-то хочу, я добиваюсь. Каким образом? Я тоже это все проанализировала, я знаю, как это работает. Это не какая-то эзотерика абсолютно. Вы можете настроить свой мозг на определенную волну. Вы можете подкрутить вот этот фокус, да. Если у вас есть определенная цель, к которой вы идете, вы можете настроить на нее мозг, чтобы он вам помог. И у вас будут, ваши автоматизмы уже будут настроены на помощь к вам. Если вы настроите свой мозг на здоровье, ваш мозг поможет вам. Он поможет вам начать вести этот образ жизни. Он покажет вам, что есть такие продукты, которые можно есть хорошие, нормальные, да. Просто фокус вы когда-то, вы не включаете фокус на плохие продукты, вы поищите хорошее. И ваш мозг, если вы его настроите, он в этом вам поможет. Поймите одну вещь. То, что мы получаем или то, чего мы хотим, или то, чего мы боимся. А знаете почему? Потому что у нашего подсознания нет чувства юмора. Оно не понимает. Вот вы сейчас вот думаете об этой проблеме, да. Оно не понимает, вы ее хотите или вы ее боитесь. Потому что мозг, говорят, неспользуйтесь, нет, все остальное. Просто наше подсознание, наш мозг, он не воспринимает слова. Он воспринимает образы. Когда вы начинаете, вот, да, вот, мамочки, если у вас вот есть дети, да, ваш ребенок где-то задержался, вы сидите и думаете, ой, лишь бы с ней ничего не случилось, да, лишь бы все было хорошо, лишь бы ее машина не сбила. Что в это время у вас в голове приходит? Вы решите картинку, как все, что случилось, как на нее напали, как ее сбила машина, как еще что-то произошло, да. Вот так вот я грубо говорю, что здесь, конечно, вы вряд ли сможете как-то на эту ситуацию повлиять. Но есть другие, как бы, страхи, да, когда вы боитесь, там, идете на выступление, там, еще куда-то вы боитесь провалиться, да, вы, там, еще идете на защиту, там, в школе, да, идете на защиту диплома, и вы боитесь провалиться. И вы в голове рисуете картинку о том, как вы проваливаетесь. И эта картинка повторяется. И именно в этот момент у вас работают автоматизмы, которые помогут вам провалиться. Если вы боитесь начинать здоровый образ жизни, потому что вы быстро сдуетесь и так далее, вы рисуете эту картинку и вы настраиваете, ваше подсознание, оно поможет вам сделать такие выборы, из-за которых вы будете покупать только невкусную здоровую еду, только плохую, выбирать смену, которые приведут к обострению и все остальное. И в итоге да, но я же вот думал так, да. Вот реально то, о чем вы думаете, оно осуществляется. Готи мечтать, мечты сбываются. То, какую программу вы в голову положите, то вы и получите. Каждый день мы делаем выбор. От этого выбора зависит вся наша жизнь. Если вы настроены на достижение какой-то определенной цели, и вы постоянно о ней думаете, и думаете, как вы ее используете, как это сделать, да, картинками, то когда появится какая-то возможность, если у вас есть фокус на эту цель, вы ее не пропустите. Если же у вас будет фокус на другую вещь, вы пропустите эту возможность, вы ее даже не заметите, вам даже в голову не придет, что эта возможность может вам помочь улучшить вашу жизнь.